всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня вы в рубрике готовим быстро и сегодня я хочу предложить вам очень очень вкусный рецепт это сладкий торт который называется ferrera roche это очень подходит к праздничному столу потому что он немножко необычный ну конечно традиционно всегда и на все праздники конечно мы готовим что наполеон но это не наполеон это ferrera roche и так с чего начнем так будет знаете небольшое разнообразие к праздничному столу а то все время наполеон да рыжик рыжик да наполеон еще конечно что там традиционно у меня дети всегда просят орешки и трубочки орешки трубочки тоже буду делать в этом году к празднику вот буквально завтра начну а сегодня я делаю торт и предлагаю вам также испечь его вместе со мной я думаю что вам он очень понравится также я уверена понравится вашим родным и близким готовится он очень просто давайте начнем я расскажу какие ингредиенты и что самое главное понадобится для этого торт называется ferrera roche потому что он готовится вот с такими конфетами которые называются ferrera roche вам понадобится упаковка таких конфет и хочу сказать сразу если вы допустим будете утром делать этот торт то конфеты должны ночь простоять в холодильнике они должны быть довольно твердыми то есть не комнатной температуры потому что их потом надо будет в кулечек или в бумагу и поколотить немножечко их молоточком для мяса чтобы они раскололись если конечно они у вас будут стоять в комнате будет комнатная температура то получится каша каша совершенно не нужна нужны именно кусочки поэтому либо ставите в холодильник на ночь либо я иногда если очень быстро надо я так раз на часик и в морозилку в принципе тот же самый эффект значит так самое главное это вот эти конфеты это нужно будет для начинки ну давайте начинку пока оставим и займемся тестом значит для теста нужно будет 6 яиц первое второе 200 грамм сахара третье 250 грамм молотых орехов молотых обычных орехов фундук я беру вот такую упаковку здесь в упаковке правда не 250 грамм а всего 200 грамм ну это не столь страшно 50 грамм это в принципе без горки две столовые ложки ну стоит ли начинать другую пачку за 50 грамм я думаю нет но если так принципиально для вас важно то вы можете взять вот прям как по рецепту 250 грамм я этот рецепт взяла у своей коллеги немки она вот приносила этот торт я попробовала попробовал мой муж очень очень нам понравилось и уже несколько лет я уже не знаю сколько у меня этот рецепт лет 5 наверно 6 я очень часто готовлю также этот торт и еще нужно будет пол пакетика разрыхлителя вот если в пакетике вот у меня например пакетик да вот полный пакетик здесь написано 15 грамм значит если половина пакетика то 7 грамм разрыхлителя нужно для этого теста для начала что нужно сделать чтобы приготовить тесто для начала нужно взять три яйца я вот сейчас скажу нужно взять три яйца три яйца нужно отделить белок от желтка я положу пока сюда значит три яйца отделяется белок от желтка затем в посуду выкладывается специальную дозу или если у вас это специальная какая-то такая доза где вы должны будете хорошенечко взбивать миксером значит тесто три оставшихся яйца полных нормальных яйца нужно смешать с сахаром это 200 грамм взбить очень хорошо до пены потом добавить разрыхлитель потом добавить орехи потом отдельно взбить белок хорошо взбить белок прям чтоб венчики стояли и после этого взбитый белок добавить во все это тесто и аккуратно перемешать не болтать слишком сильно не взбивать вместе миксером а снизу вверх хорошо эту массу перемешать значит за тесто я сказала теперь начинка что нужно для начинки для начинки нужно сливки нужны вот я беру вот такие сливки 32 процента жирности и у меня здесь 250 грамм есть у нас и другие упаковки обычные где только 200 грамм я всегда беру для начинки 3 упаковки но чаще всего по 200 грамм то есть у меня получается 600 грамм сливок вот эти три упаковки это уже будет если я их возьму все вместе будет уже немножко многовато то есть я возьму только 2 и от этой возьму только половинку ну просто в магазине были такие взяла такие но неважно в общем любом случае нужно будет значит сливки нужны будут для начинки 30 30 или 32 процентной жирности 600 грамм 600 миллилитров дальше нужно будет ну я сказала уже до ferrero roche они должны быть в холодильнике это тоже для начинки пойдет сюда же и нужно будет самое главное это загуститель для сливок загуститель есть у нас двух видов я раньше всегда брала вот такой загуститель ну как бы сказать всегда идет вот одна упаковка на одну значит упаковочку на 200 грамм сливок да то есть если 3 уберете значит берете 3 если берете только 2 хотите чтоб начинка поменьше была значит берете 2 мы наоборот людям любим чтобы побольше было начинки я беру всегда 3 и беру вот такой ну раньше брала раньше брала вот такое загуститель для сливок заны штайф потом у одной знакомой я попробовала тоже она что-то делала со сливками мне очень понравилось и я говорю сливки прям такие густые хорошие она год я никогда не беру вот эти пакетики она всегда берет вот такой загуститель который называется сан апарт и продается он у нас магазинах кто живет в германии магазине реви и в магазине эдека очень хорошие вот я всегда теперь пользуюсь им вы конечно можете на свое усмотрение можете это взять можете это взять как вы хотите здесь дозировка указана причем сливки немножко взбиваются там в течение буквально нескольких секунд там полминуты потом только добавляется вот этот загуститель и потом уже взбивается до ну густоты до пол полностью уже до густоты я использую вот этот загуститель для сливок мне он нравится больше вы можете для себя взять тот который вы привыкли который вам удобнее который вам больше нравится это вот будет начинка но сейчас мы приступим сначала приготовлению теста теперь значит вот я сейчас значит здесь три яйца и три желтка я это хорошенько вот взбила до пены с сахаром вместе 200 грамм сахара теперь я отдельно взбила белки вот белки отдельно вот венчики стоят белках добавляю орехи в эту массу добавляю всю пачку орехов теперь добавляю сюда же пол пакета разрыхлителя для для теста но это приблизительно вот так вот где-то полторы чайные ложки чуть чуть больше так теперь это все еще раз надо взбить потихоньку это теперь все перемешиваю с этой массой яичной все хорошенько теперь нужно взбить вместе все теперь массу я эту взбила и теперь конечно потихоньку добавляется белок наверное сейчас кто-то скажет алёна забыла муку нет алёна не забыла муку в этом тесте муки нет по рецепту я тоже сначала думала что моя коллега ошиблась он сказал нет здесь без муки вот эффект муки будут делать как раз таки орехи со взбитым вот этим белком теперь вот это все нужно перемешать но перемешать нужно аккуратно я делаю такими движениями снизу вверх снизу вверх то есть не колотить это сильно а именно аккуратно до однородной массы просто вот это все перемешать снизу вверх пока у вас не будет однородная масса вот я перемешала аккуратно хорошо всю эту массу вот как вы видите получилась такая пышная однородная масса теперь я приготовила форму я вот ее уже заранее намазала маргарином и посыпала мукой теперь естественно всю эту массу я выливаю форму и ставлю в духовку выпекать на 180 градусов 20 минут так выливаю все аккуратно вот так она прям эта масса вот за счет белка за счет того что вот это все взбитое такое прямо на очень воздушно очень пышная вот чувствуется даже и потом когда эта масса будет уже готова ну я имею ввиду в духовке она уже испечется будет готова значит ее надо будет достать охладить для начала остудить то есть чтобы она остыла эта вся масса и потом этот корж готовый нужно будет разрезать напополам потому что будет одна половина это нижняя часть этого торта а вторая половина это будет верхняя часть вот так вот слегка разравнивая но в принципе она жидкая она сама так ровненько разлилась какая-то без всяких проблем теперь это в духовку и потом когда будет готова через 20 минут значит массу для начала нужно остудить и только потом вы уже естественно форму освободите эту всю и потом корж можно будет снять разрезать аккуратно напополам я буду разрезать специальным ножом у меня такой специальный большой нож хлебный им очень вот он с такими зубчиками очень удобно разрезать коржи не за может быть у вас какой-то другой хороший нож но главное чтобы ровненько и хорошо разрезать этот корж и потом мы приступим к приготовлению начинки тесто у меня готово уже остыло сейчас я буду резать на две половины вот оно приподнялось теперь немножко осела это в принципе всегда так получается не страшно совершенно режу на две половины потом укладываю иногда беру укладываю вот это это у меня не стоит переворачиваю потом начинка а это ложу наверх но вообще это совершенно не имеет значения и даже иногда хорошо что здесь получается вот такой небольшой бортик я еще оставляю несколько конфет там штучки три или четыре потом все присыпаю сахарной пудрой и просто вот так для красоты несколько конфеток ложу можно залить шоколадом можно посыпать орехами я посыпаю сахарной пудрой то есть здесь нет никаких ограничений да вы можете сделать так как вам нравится ну я лично когда пробовала у своей коллеги у нее не было ничего не украшенные конфетами не было полито никаким шоколадом просто было присыпано сахарной пудрой но иногда когда у меня есть немножко времени или есть желание я или шоколадом поливаю или там конфетами украшаю или посыпаю орехами то есть все по вашему желанию вы можете импровизировать здесь совершенно нет никаких ограничений и так значит корж у меня готовый он уже остыл я его теперь буду аккуратно вот так резать напополам вот беру всегда вот этот вот нож он такой у меня ну очень хороший мне он нравится универсальный так теперь корж нужно снять один потому что его потом нужно будет ложить наверх сверху сверху начинки вот я разрезала уже поддеваю просто корж и вот так а потихонечку отодвигаю на тарелку ложу пока этот второй корж сразу который я уже разрезала я его сразу ложу вот сюда у меня такая форма для торта нет я все время вот для торта наверное да но в общем вы меня извините если я что-то не так сказала я думаю не столь это принципиально важно в общем я выкладываю всегда вот этот корж аккуратно вот так на форму все готово а отлично получилось теперь нужно подготовить начинку пока резала здесь это можно пока отставить в сторону все самое главное вы знаете что хорошо если перед тем как вы будете взбивать сливки ну естественно сливки с холодильника достаем но и венчики которыми вы будете взбивать и сама доза в которой вы взбивать будете тоже хорошо если постоит у вас в холодильнике и будет охлажденная значит что я делаю ну естественно я выливаю сливки в эту форму потому что я их сейчас буду взбивать как я и сказала 600 миллилитров я беру можно взять только две дозочки то есть 400 миллилитров но мы любим чтобы торт этот был по пышней по вкусней поэтому я вот у меня здесь 250 3 будет много я говорила поэтому я от 2 возьму только половинку да очень хорошо теперь я добавляю две ложки сахара можно не добавлять но мои любят сладкое я еще немножечко ложу просто пару ложечек сахара теперь для начала мне нужно сливки слегка взбить после этого я добавлю и потом я взобью уже сливки полностью до загустения сначала я слегка взбиваю где-то буквально полминутки немножко перемешиваю сахар а теперь уже можно добавить загуститель ножи в сторону чуть-чуть я без горки ложу просто вот такие вот ложечки да вот раз одна ложечка вторая третья четвертая пятая и шестая все теперь я взбиваю сливки полностью уже до нужной консистенции то есть что не чтобы они были прям совсем-совсем густые сливки у меня взбились до густоты причем очень хорошо и конечно когда вы будете взбивать сливки если вы делаете это не так часто или делаете это первый второй раз будьте конечно очень осторожны чтобы не взбить сливки до масла потом у вас начнет отделяться сыворотка и конечно уже такие сливки вы не сможете применить ни к какому тортику вот у меня взбились сливки вот так вот видите вот вот так у меня взбились сливки от и до вот почему я люблю вот именно этот загуститель который я показывала санапарт теперь сливки готовы я я отставляю их в сторонку беру вот такой пакетик обычный простой полиэтиленовый пакетик можно взять специальные пищевые но так как у меня всегда или от хлеба от чего-то такие пакетики остаются я их всегда потом еще куда-нибудь применяю вот сейчас как раз они очень хорошо пригодятся для того чтобы сделать измельчить вот эти конфеты ну так как я сказала я всегда несколько оставляю так конфеток вот четыре пять штучек я оставлю я оставлю для того чтобы украсить верхушку остальные вот эти вот конфеты сейчас надо почистить я их ложу вот сюда в кулечек в этот как я уже сказала можно просто взять пищевой пакет если у вас есть такие тоже продаются пищевые пакеты они тоже подойдут когда у меня нет ни кулька не пищевого пакета я беру просто-напросто бумагу для выпечки ложу аккуратно конфеты сворачиваю и аккуратно потом бью это все молоточком для мяса так вот они все ferrera roche теперь нужно бить их молотком для я закрываю пакет вот так вот нужно бить аккуратно и вы знаете ну как сказать бить ну не то чтобы бить наверное правильнее будет сказать расколоть потому что в к ну внутри каждой конфетки орешек если слишком сильно бить то по я говорю получится каша нежелательно они у меня уже стояли в холодильнике они такие довольно таки жесткие да но все равно я стараюсь конфетки как бы вот ну вот так вот два-три раза я стукнула каждую конфетку и получается в принципе достаточно то есть больше не нужно главное чтоб они раскололись вот смотрите как получилось да вот теперь каждая конфетка она слегка раскололась вот и там этот орешек вот орешек он должен остаться целым а конфетки вот раскалываются в виде вот таких частей на несколько частей и получается вот такая как бы такие крошки от конфет но не слишком мелкие вот еще раз говорю да не слишком мелкие теперь вот это все аккуратно добавляется в эту массу так венчики я убираю венчики уже не нужны теперь вот это все я высыпаю в эту массу ну то есть в сливки вот взбитые сливки вот так вот и теперь нужно аккуратно помешать мешать тоже не надо слишком как бы сказать так усиленно да то я же говорю получится каша а надо чтобы было именно вот сливки а в сливках вот эти вот кусочки конфеток это вот мне коллега так все объясняла я вот рассказываю вам теперь получается так вот не слишком как бы усердно ну аккуратно стараюсь перемешать вот эту массу с вот этими конфетами вот понимаете они получаются вот именно колотые конфеты получается в сливках и это очень очень нежный и такой особенный вкус у этого тортика так да вот они эти кусочки их видно все мешаю аккуратненько все со дна чтоб не получилось так что где-то в одном месте будут только конфеты а где-то в другом месте будут только сливки вот теперь ну естественно всю эту начинку нужно выложить вот сюда на корж я этим сейчас и займусь я это делаю просто вот так вот я выкладываю сверху и потом потихоньку все это распределяю по всему коржу ну естественно чтоб за края не заходило да я вас на я сначала ну вот на средину это все на середину выкладываю а потом начинаю распределять вот так вот ложкой или если вы это делаете если вам удобнее вы делаете лопаткой значит можете это делать лопаткой и потом вот после того как уже всю массу вы выложили можно это все потом уже хорошенько распределить так у меня здесь моя лопаточка я в конце всегда лопаткой почему удобно она очень хорошо вот все вот эти вот емкости все вот эти дозы зачищает да и как раз вот все остатки вот практически получается вот такая чистая потом уже доза теперь аккуратно разравниваю это все на поверхности коржа вот и прямо эти кусочки они чувствуются и вот как вы видите каши нету как таковой да то есть вот видно что белые сливки я однажды вообще первый раз когда я делала я так эти конфетки поколотила хорошенько и у меня потом просто была здесь шоколадная масса такая да ну тоже не страшно все равно все съели все равно все было вкусно но потом просто когда я разговаривала с коллегой она мне уже более подробно все объяснила сказала и теперь я уже знаю как это делать чтобы было правильно и смотрелось красиво и вкусно было и потом конечно когда уже этот тортик вы будете ну кушать с чайком пить вы прям будете чувствовать вот кусочки этих конфет то есть не просто будет шоколадная масса а именно вот в этих сливках прям вот будут попадаться эти кусочки конфет эти кусочки ореха вот и что самое главное конечно ой 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 так что самое главное что потом нужно естественно этот торт поставить на холод то есть если вы приготовили заранее ну естественно перед приходом гостей или я иногда готовлю с вечера уже потому что с ним ничего не происходит если он у вас постоит на холоде ночь допустим или день то ничего не испортится естественно он не может стоять в комнате потому что растает ваши ваши сливки они могут быстро испортиться обязательное правило неважно сделали вы за день или за ночь этот тортик вкусный он должен стоять на холоде естественно из-за сливок теперь я беру верхний корж и аккуратненько сейчас буду выкладывать сверху верхний корж так и вот вы видите да он получается довольно таким высоким этот тортик корж немножко можно потом подвинуть можно немножко где-то придавить его я говорю вот когда я сказала что мой корж он немножко осел я скажу что ничего страшного потому что потом вот посмотрите я выложила начинку и теперь начинка у меня получилась здесь а на края же я же меньше начинки ложила чтобы она с края не вываливалась не выпадала и теперь я просто напросто вот этот вот бортик который у меня вот ну получился в процессе выпечки я его слегка вот так вот рукой отодвигаю и тем самым приживаю немножечко ну сам крем и у меня за счет этого и выравнивается верхушка моего тортика то есть совершенно не страшно да где-то с какой-то стороны чуть больше где-то с какой-то чуть меньше вы знаете это вообще не принципиально потом я здесь посыпаю слегка орехами сейчас я приготовлю орешки вот я приготовила орешки молотые немножко я приготовила сахарную пудру я говорю вы знаете вы можете использовать то что у вас есть нет у вас орехов не используйте орех есть у вас допустим шоколад вы можете шоколадом немножко присыпать это вообще не принципиально когда вообще ничего нет я вообще ничего не присыпаю это тоже знаете не столь прям принципиально важно вот так вот беру ложкой просто немножко ну слегка так подравнивая вот этот крем сбоку чтобы просто было, ну, более удобнее засыпать орешками. Беру просто-напросто вот так вот щепоткой и засыпаю сюда слегка вот так орехи. Вы знаете, это можно сделать заранее, можно сделать потом. Но я уже как-то так привыкла. Я потом, вы знаете, я не люблю торт, когда вот он уже готовый вместе с кремом. Я не люблю его потом с одного места перекладывать на другой. Во-первых, это не всегда хорошо получается. И можно, ну, просто-напросто испортить всю работу. Поэтому, если немножко здесь где-то у вас будет с краю орешки, это даже придаст такую немножко красоту в украшении вашего торта. Вы знаете, не всегда все должно быть идеально. Я вообще не стремлюсь как бы к такому перфекционизму или как это называется, к правильности к такой чересчур. Тем более, что мои домашние, ну, я думаю, что не только для моих домашних, а для всех самое главное, что, чтобы это в первую очередь было вкусно. Вот это самое главное. Ну, конечно, красота тоже играет роль, как говорится. Все это должно быть естественно эстетично и все остальное. Но торт сам по себе красивый, торт сам по себе вкусный. Поэтому, вы знаете, если у вас чего-то нету, ну, просто-напросто я говорю вам, что не заморачивайтесь. Так вот, теперь готов тортик. Я теперь буду посыпать сахарной пудрой его сверху. Вот курш практически, практически выровнялся. Посыпаю сверху немножечко сахарной пудрой. Вот таким образом. Снежок как раз сейчас по теме преддверия Нового года. Снежком вот так вот присыпем немножко. Прекрасно, замечательно. И теперь сверху я выкладываю просто эти конфетки для красоты. Хотите больше, можете положить больше. Хотите меньше, меньше. Хотите вообще, не хотите, не ложите ничего, никаких конфеток. Ну, для красоты, да. Украсить, украшение торта, эти конфеты по самой-самой теме. Я делаю просто так, просто с краю их выкладываю. Вот так друг напротив друга. И все. И вот такой тортик получился у меня. Ферреро Роше. Это вот я приготовила к празднику. Буду угощать гостей. К нам придут гости. Теперь мой готовый тортик отправляется на террасу. Будет стоять на холоде. Его также можно поставить в холодильник. Как вы видите, буквально за несколько минут, у меня это заняло всего-навсего, приготовление этого тортика, 40 минут, очень быстро, ничего сложного нет. Корж, начинка и конфеты. Все. Я думаю, что вы обязательно приготовите этот тортик, порадуете себя и своих близких таким вкусным, необычным рецептом. Я желаю вам приятного аппетита. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Всего вам самого-самого наилучшего. И до новых встреч. До новых встреч.